Всем привет! С вами я, Полина Ломова. Сейчас я нахожусь в своём путешествии в Дубае. И хотела бы снять видео на YouTube о том, как я собираюсь, какие продукты я использую для макияжа, как я накрашусь. И будем вместе с вами собираться, болтать. Я надеюсь, вам понравится эта рубрика, потому что, мне кажется, это очень интересно. И каждый раз, когда я смотрю такие видео на блог, мне прям хочется снять такую же. Начнём мы, конечно же, с сушки моих волос. Я только что помыла. Рудайся и насадку, чтобы расчесать, выпрямить свои волосы, потому что у меня они пушатся и кудрявятся, если этого не сделать. Для убанки я использую эту штучку. Я забыла сказать, что перед тем, как я сушу все волосы, я использую обычно термозащиту. И вот эта штучка мне очень нравится. Я её увидела где-то у кого-то в рекомендациях. И не знаю, для чего конкретно она, но после неё волосы очень мягкие, блестящие, поэтому однозначно советую. Просто беру где-то три капля, четыре. Размазываю. И волосы на кончике. Волосы очень блестящие. Я не буду, наверное, сегодня делать укладку, так как вдуваю, она очень быстро расплитается, видимо, из-за климата, из-за того, что мои волосы очень длинные и тяжёлые, поэтому я пока что не хочу делать укладку, так как она нужна будет мне на долгое время. Просто раскрою вот так. И теперь приступаем с вами к макияжу. Самый интересный момент. Покажу вам все свои секреты. Классные ингредиенты, потому что он очень красивый, нежный и неяркий макияж. Мой повседневный макияж, поэтому буду встретить. Для начала пройдусь тоником. У меня от Pioterma. Самое главное здесь это солнцезащитный крем. Он постоянно здесь нужен, поэтому я его использую каждый день. У меня такой стик. Мне подарила моя сестра. Этот стик очень удобный. Его можно легко взять с собой, и поэтому я им постоянно пользуюсь. Очень рекомендую. Я просто не знаю, что за бренд, но это правда очень удобно. Особенно в реальных Дубаях. Это must-have. Далее я наношу в сыворотку, просто для увлажнения кожи лица. И приступаем к тону. У меня такой BB крем. Он, в принципе, очень хороший. Мне его посоветовали мои подружки, и я его использую уже очень давно. Потому что он легкий, он не ощущается, и очень хорошо ложится на кожу. Все, тон я нанесла, и сейчас будем приступать к основной части макияжа. Все буду показывать. Моя сестра подарила мне румяна от Dior, который я очень-очень давно хотела. Поэтому давайте с вами вместе их распакуем прямо сейчас при вас. Вот такие. Я прям не могу, они очень красивые. Предлагаю прямо сейчас их затестить. Как они выглядят. Это вау. Вот так они выглядят на мне. Мне кажется, очень красиво. Они такие красивые. Представляете, лусь какие-то красивые. Далее я кручу свои ресницы келлером. Вот таким. От Kiko. Вот так получается. Я не знаю, почему я кручу их сейчас. Я вообще не понимаю, в каком порядке я делаю макияж. Напишите в комментариях, кто тоже не понимает. Далее у меня очень крутой скрунтер от Chic. Я его очень люблю. Еще недавно я себе купила румяна от Art Deco. Или Art Deco. Я не знаю, как правильно. Вот. Но Land Leray говорит Art Deco. Поэтому у меня теперь много румян. И упаковка очень красивая. Далее я наношу хайлайтер от Dior. Далее я использую палетку для теней от Dior. Тоже моя любимая. У меня теперь очень много косметики от Dior. Которую я пользуюсь постоянно. Если вы заметили по вот этому цвету. Очень классная. В базовых цветах. Базовые оттенки. Которые мне очень нравятся. И я чаще всего использую какие-то блески. По типу вот таких. Вот таких цветов. Этот мне вообще использован полностью. Поэтому да. Сегодня я хочу использовать блески. Я просто на палец наношу белые блестящие тени. И вот на глаз. Кстати, раньше я делала это кисточкой. Но, как оказалось, это так неудобно. И кисточкой растушевывается пальцем. Это выглядит намного ярче. Брови я крашу редко. У меня как раз таки пред вылетом закончился. Мой гель для бровей от Pussy. Поэтому я пользуюсь фиксатором. Все таки гель от Pussy мне ничем не заменить. Но так как у меня было мало времени. Я не смогла съесть золотой яблок. Я просто взяла этот гель от фиксатора. Я их не крашу. Просто зачесываю и все. Для ресниц я беру свою тушь от Darling. Да, я согласна. Это правда красивые, классные ресницы. Максимально натуральные. Но, к сожалению, какого-то бауэффекта я не увидела. И иногда я использую обычную тушь, чтобы увеличить эффект. Но сегодня у нас простой обычный повседневный макияж. Поэтому я использую от Darling. И в завершение всего макияжа я использую эту помаду от Dior. Блеск от Dior. Этот блеск просто мой самый-самый любимый. Потому что губы увеличиваются. Они становятся чуть-чуть розовее. И увлажненные, красивые, блестящие. Поэтому я его использую на постоянной основе. И очень советую. Мой макияж готов. Я переоделась в то, в чем хочу выйти. Надеваю сережки. Это мой почти последний шаг. Последний штрих. Это духи. А другому. Они безумно вкусно пахнут. Это гудсаж от Sea Salt. Это гудсаж от Sea Salt. Подписывайтесь на мои социальные сети. Они будут в описании. И я желаю вам всем хорошего настроения. Всем пока. 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 Пока.